Нет, вообще я впервые на Астане. А, впервые сегодня, да? Ага. Так, Пачанга, друзья, всем приветствую вас. Что вы делаете здесь? Вот со зрителями сейчас общаюсь. У меня зрители, 2000 человек. Да. Моя банда, вот с ними. Можете привет им передать всем. Вот, у вас есть мечта какая-нибудь? Я спрашиваю, собираю мечты людей. А-а-а, какие-то первые мечты. Нету никакой мечты? Можете есть отдохнуть. Отдохнуть? От работы? Или нет? От этого отдохнуть, от этого сдохнуть. Ну, не от работы. От, ну, от... От жизни, от состояния. Нет, нет, не от жизни. Ну, ну, так же стагнатия, скажем, сирпатризм. Работаем много, получаем мало. Мало, да, да. Ну, вот от этого отдохнуть хотелось. Да, да, да. Ну, вы здесь сегодня первый день на работе, получается, да? Я работаю в этой фирме. Просто у нас, ну, когда этот вот продавц, да? Продавц, да? Другой магазин отправлю, а мне сюда. А-а-а. Я из Саласпилса. А, из Саласпилса. Ага. Из города Саласпилса. Да. Не вот этого Саласпилса? Нет. Здесь же улица Саласпилса. Нет, 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 нет. Из Саласпилса. Из города. Да, да, я понял, да. Просто мы сейчас находимся улица Саласпилса. Вы же знаете здесь? А, ну, да. Да, да, у вас город Саласпилса. Да. Я знаю ваш город. Ну, вот. Бывал. Да. Хорошо. Хорошая мечта у вас, да. Я вас очень хорошо понимаю. Я вообще против работы. Вот моя банда тоже против работы. Да. Чтобы люди, государство должно делать так, чтобы люди жили. Нет, ну, работать надо. Вот, не так, как мы работаем. Работать надо там, где хочется работать. Во-первых, да. Чтобы человек был доволен. Доволен. Все верно. Спасибо. И еще, как вы думаете, почему вот в загранице, в воскресенье, может быть выходные, а почему у нас не может быть выходные и продовольственные магазины? А у вас нет выходных? У нас. Ну, вот нет, лапы уже нет. Нет, да? Ужас, ужас. А как получается? То есть вы, получается, 7 дней должны работать в неделю? Да. Да? Да. Ты смотри. Нет, 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 так нет. Ну, магазин работает, я по сменам еду. Да, да, да. Но магазин-то всегда работает 7 дней. Да, да. А зарплата вообще большая, так грубо есть? Ну, как 7. А сколько это примерно? А сколько это примерно? Я просто, я же не из детства. Ну, это... Я не говорю ваши, я говорю средние. Ну, как государство. Да, ну, это 100 лад, 200, 300, 500. Нет, нет. Нет? 300 примерно лад, да, я так понимаю? Ну, это я не могу говорить. Ага. Я даже не вашу говорю, а вообще. Ага. Ну, средние государственные законы. Это просто мои зрители, я с ними общаюсь, веду разные разговоры. Вот сейчас мне надо написать, ну, точнее, мне вот вчера оставил сообщение один человек, он живет в Швеции. Его зовут Джон, Джон Кранафогин у него, да, свой канал на YouTube. Вот он мне оставил сообщение, видео сообщение, я сейчас ему хочу ответить сегодня. То есть у нас такая... Нет, так не надо. Хорошо. Как с вами поговорить. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, я вас всех приветствую. Значит, как вы уже, наверное, поняли, сегодня у нас такая маленькая посиделочка в нашем офисе. В районе Москачка. Если вы смотрели предыдущее видео с этого моего офиса, то вы уже знаете, что... Как здесь дела обстоят. Вот, если же не смотрели, то тоже ничего страшного. В общем, ситуация у нас такая, друзья. Это мой, как бы, видеоответ. Как вы уже поняли, Джону Кранафогину. Джон Кранафогин, если кто еще не знает, вы уже много раз его могли видеть у меня на канале. В моих видеороликах живет он в Стокгольме, и канал у него называется Джон Кранафогин. То есть так и называется, Джон Кранафогин. Вот, поэтому, если что, если вас интересуют ролики про Стокгольм, про Швецию, вы всегда можете заходить и смотреть. Вот такие дела. Джон мне написал вчера, точнее, видеообращение сделал о том... о проекте. Если вы помните, наш проект это большой такой стеклянный, красивый, сказочный автобус, который двигается в солнечную Калифорнию. Вот, и, во-первых, спасибо всем тем, кто поддержал идею, кто не просто и поддержал идею, но и тем, кто написал много сообщений, в том числе и сообщений для размышления. То есть, что значит для размышления? То есть, как вы понимаете, автобус выложен, идея есть, все нормально, но все это сырое, все это в сыром качестве находится. То есть, естественно, нужно более четко, более конкретно, более подробно все это делать, а это все уже делается из вот этих мыслей, то есть, из вот этих идей. И вот разные идеи возникли. То есть, идеи, допустим, кто-то там на дирижабле говорит ехать, кто-то на корабле ехать, кто-то там еще какие-то варианты. И также вот вариант, который мне Джон говорил, то есть, взять какую-то посудину, которая будет курсировать по Балтийскому морю. Вот, Джон, поэтому вот по этому вопросу хочу сказать. Вообще, чтобы ты понимал, да, и вообще все понимали, я примерно как я себе это представляю, да, то есть, естественно, это такие планы, это первые такие заморочки, скажем так, но представление какое. То есть, как я уже сказал, автобус двигается в Солнечную Калифорнию. Естественно, как и даже был вопрос, кажется, кажется, его Марат задавал, сейчас точно не помню, насчет того, как передвигаться будем через, то есть, до Солнечной Калифорнии с Европой, грубо говоря, да, то есть, одной земли на другую землю, каким образом это будет происходить. Так вот, задача такая, движение проходит в автобусе, по разным странам, Франция, Германия, Великобритания, то есть, Швеция, Голландия, все страны. В общем, какие только, возможно, страны проезжаем, в том числе, возможно, и постсоветские, Белоруссия, Украина, Россия, это сейчас сложно говорить, это я говорю про план. То есть, все эти страны проезжаются, и в конечном итоге, конечно, этот автобус должен отправляться в Америку, то есть, в Голливуд, правильно же? Если он отправляется в Голливуд, соответственно, конечно, этот путь должен проделываться, ну, как бы, в принципе, два варианта, да, один это по воздуху можно, но по воздуху это будет неинтересно, потому что загнать автобус в самолет и просто перекинуть участников шоу в Штаты, то есть, ну, это не очень прикольно, да? А другой вариант, который вот обсуждался, это есть вот этот по морю, вот, Джон, ты говоришь по Балтийскому морю, но я себе это представляю все-таки не Балтийское море, это, скорее всего, будет океан, как Христофор Колумб, будем двигаться в сторону Америки. То есть, естественно, я сейчас там карту точно не знаю, как она там выглядит, и, возможно, будут такие маневры, что и Балтийское море будет обхватываться, да, смотря, что куда выходит, какое море куда выходит, я не знаю, выходит Балтийское море в какие-то другие моря, моря переходит ли она в Атлантический океан, не знаю. Но как бы там ни было, это не суть, важно. Важно то, что само направление потом идти будет на пароме, то есть, автобус будет сам на пароме, и, естественно, само шоу уже тоже будет проходить на пароме, не знаю, может, это будет отдельная студия уже на пароме сооружена специально для этого. Возможно, не будет отдельной студии, просто автобус будет стоять на пароме, и участники шоу будут снимать свои какие-то шоу, там, естественно, это будут операторы, будут камеры, будет, то есть, не просто я там буду ходить со своим телефоном, нет, ну, все профессионально, вы понимаете, да. И, естественно, все это будет в реальном, то есть, реальный, реальное шоу будет, точнее, в реальном эфире, в постоянном эфире, онлайн. И записи, то есть, записи, если это выйдет на телевидение, естественно, это будут уже записи, то есть, программы, потому что никто не будет, ни одно телевидение в мире не будет крутить 24 часа в сутки, как автобус едет в Солнечную Калифорнию. То есть, это будут делаться какие-то программы, маленькие программы, то есть, на сайте зрители смогут наблюдать то, что всегда происходит, а программы, программах на телевидении, смотря в каких странах, то есть, там уже будут наблюдаться только уже программы, куски вырезанные, отрезанные, самые интересные, то есть, чтобы постоянно был интерес, чтобы были какие-то голосования, были какие-то смс-ки, в общем, чтобы от этого шел доход, чтобы все это приносило прибыль, естественно, да, Потому что если это не будет приносить прибыль, то это не будет двигаться тот же там. Ну, я сейчас так грубо говорю, тот же бензин заправлять. Я сейчас не ухожу дальше. Просто элементарные, простые вещи. Вот, поэтому как бы планчик такой. Поэтому, Джон, если отвечать на твой вопрос, то да, по Балтийскому морю, конечно, это тоже тема нормальная. Но, как ты уже понял, наверное, то есть цель есть туда двигаться. То есть нету цели просто кружиться по Балтийскому морю, там прибалтийские страны какие-то, там тоже Норвегию, Швецию, еще куда-то заезжать. Нет, это возможно, эти все страны заезды будут на том же автобусе и может быть на том же и пароме, смотря как это опять-таки все получается, правильно? То есть суть-то, если так по-другому вообще сказать, в принципе, по большому счету не важна суть, на чем даже будет идти движение. То есть вот этот автобус, который будет идти, он может заезжать и на паромы, и пускай даже на самолет, грубо говоря, пускай даже на дирижабль там примерно. Суть в другом, чтобы это было интересно. Если это будет интересно и если это будет вписываться в деньги, в доход, который от этого идет, в проект, естественно, это будет смотреть. Если же это интересно не будет, хоть на дирижабле садись, хоть на пароме двигайся, хоть с луны, хоть на луну лети, то есть это никто смотреть не будет. То есть суть только в том, чтобы это было интересно и чтобы, естественно, он двигался, пароход, то есть автобус в конечном итоге двигался в Голливуд. Потому что приз, он именно там, то есть приз, победитель получает приз участия в голливудском фильме. Вот это приз, главный приз. Ну, естественно, там может копейку какую-то еще получать, ну, денежный приз, да, там второе место, третье место. Это уже все, опять-таки, это все уже уточняется, обсуждается. Это уже мы сейчас так по верхам проходимся. Вот такие дела. Потом, я помню, вопрос был недавно, вот сейчас он пришел, насчет этих 10 тысяч, которые на этот автобус будут вкладываться, да, то есть я буду искать людей, спонсоров, с которых буду брать по 10 тысяч евро, как я рассчитал. Ну, минимальная сумма для размещения рекламы на автобусе. Естественно, друзья, как мы понимаем, человек, чтобы вложил 10 тысяч евро, ему это должно быть, ну, полезно, скажем так, да, то есть он с этого должен какой-то понт иметь. Просто так червонец вставать никто не будет. Мы это все осознаем с вами. То есть эта реклама, если по-другому говорить, должна быть для него, она должна приносить ему доход, то есть она не должна просто так проходить. Поэтому это все тоже надо рассчитывать, все это надо рассчитать, просчитать, сколько будет просмотров, какой будет доход, какой будет уход, какой будет приход. Понятное дело, что там до 100% все рассчитать невозможно, это естественно, да. Но общие какие-то черты, общее какое-то представление должно быть хотя бы для того, чтобы, грубо говоря, просто элементарно, если ты говоришь человеку, что ты берешь у него на рекламу 10 тысяч, он должен понимать, что эти 10 тысяч ему вернутся с той же рекламы, вернутся в разном понимании, то есть они могут ему вернуться чисто в коммерческом плане, то есть чисто в копейке. Допустим, 10 он отдал, и 11 к нему пришло, примерно, я говорю, или 20 пришло, или 30, ну и так далее, но минимум хотя бы 10 пришло. Или же в плане состояния его бренда, то есть возможно даже по деньгам ему не придет эти 10 тысяч, но в устойчивости бренда, допустим, вот втыкает свой бренд на мой автобус, стоит бренд на автобусе, то есть это эксклюзивный вариант. То есть никто ему такую рекламу больше не сделает, понимаете, то есть 100, только 100 мест, больше этих мест нету, никто такой рекламы больше не сделает. И для устаивания его бренда, конечно, ему это будет выгодно, даже если он не получит эти 10 тысяч обратно, но естественно нужно сделать так, чтобы он получил эти 10 тысяч обратно, и чтобы, конечно, он получил и другие привилегии, то есть тоже узнавание бренда, о котором мы сейчас говорим. Поэтому такая ситуация, если так по этому говорить. И также, друзья, как я говорил уже сейчас, на данный момент, так как автобус является таким более-менее большим проектом, и тем более не до конца продуманным. А, кстати, Джон, еще такая вещь. Дело в том, что я сейчас в понедельник, вот, да, Всевышний понедельник заканчиваю здесь, приезжаю в Стокгольм, и я уже написал, связался со Сканией, то есть где автобусы, Сканией, да? Вот, если хочешь, можем вместе поехать в Сканию, хочешь репортажи с ним, то есть как тебе будет, кайф. Вот, связался со Сканией, но у меня еще точного нет ответа, могу ли я к ним прийти, то есть на переговоры, так скажем, или не могу. Но в любом случае уже связь есть, они там что-то, в общем, сказали, дадут ответ, там спросят, не спросят, то есть на таком состоянии находятся. Если ответ дадут положительный, то даст Всевышний, мы туда пойдем. Если не дадут положительный, то, не знаю, как-нибудь по-другому зарулим или еще что-то придумаем, но как бы там ни было, темы будем дальше продвигать. Вот, и также хочу сказать насчет автомобиля. Привет! Как дела у тебя? Хорошо? Вот, и также хочу сказать насчет автомобиля, который я говорил, то есть проект с автобусом, как уже сказал, это вот такой более-менее сложный, да, недоработанный, но у меня еще одна маленькая мечта есть, это свой автомобиль. И не просто автомобиль, как я уже говорил, четыре колеса, то есть сейчас, допустим, можно купить автомобиль, и за тысячу евро можно купить, и даже за пятьсот евро можно купить, то есть просто двигаться. Нет, у меня мечта такой, как красивый такой кабриолет, вот, и эту мечту я сейчас хочу осуществить. И осуществить я ее хочу именно таким же способом, как с автобусом. То есть это будет такой мини, знаете, мини такой вариант автобуса, даже не то, чтобы мини-вариант, просто автобус, он уже, он еще не продуманный. Автомобиль тут продумывать ничего не надо, автомобиль для чего нужен? То есть я хочу красивый автомобиль, кабриолет, как уже говорил, скорее всего, цвета мечты, такого небесного цвета, или же черно-белый по цвету сайта, не знаю. Но в любом случае, я думаю, один из этих двух цветов, и зрителям скорее понравится все-таки цвет мечты такой, да, да и мне, в общем-то, он мне нравится такой, небесного цвета, вот. И будет он делается таким путем, то же самое, то есть я его хочу разместить в интернете, рисунок, рисунок кабриолета, там будет фон нарисован, типа мое путешествие в Голливуд, да, там разные страны, там тот же Париж, там не Париж, ну, то есть такой, знаете, рисунок будет на фоне, впереди стоять вот этот кабриолет, и вот на этом кабриолете я уже буду размещать рекламу. То есть любой блогер, допустим, вот вы, кто-то из вас вот ведет свой блог, да, какие-то разборочки маленькие идут, вот, допустим, кто-то ведет свой блог, если на автобусе там большие суммы, то есть 10 тысяч евро все-таки, ну, мы понимаем, да, то есть это уже другой чуть-чуть, другой уровень, скажем так, где я буду эти деньги искать, да, здесь же все просто, допустим, у вас есть свой блог, свой канал на ютубе, или своя фирма, или свой магазин, свой сайт, не имеет значения, что, и вы всего лишь за один доллар, то есть вы платите один доллар, покупаете один пиксель, и ваш вот этот пиксель, ваш вот этот доллар, точнее, ваша вот эта реклама будет размещена на моем вот этом кабриолете виртуальном, понимаете, и, допустим, кто-то платит 10 долларов, да, пожалуйста, 10 долларов платит, там будет написано, такой маленький, размером 10 пикселей будет стоять его, название его фирмы, или его канала на ютубе, чего угодно, то есть, в принципе, любую рекламу, ну, естественно, кроме, вы понимаете, кроме грязных каких-то там сайтов, кроме таких вещей, ну, то есть, это как бы естественно, да, против противозаконных, скажем так, то есть нормальные, хорошие каналы, нормальный бизнес, нормальные магазины, то есть любую рекламу, любой ваш бизнес нормальный, то есть он, я его хочу именно таким образом рекламировать, и на эту машину деньги уже собирать, потому что кто-то может доллар, как уже сказал, заплатит, кто-то 20 долларов, кто-то 100, кто-то 1000, не знаю, как бы там не было я хочу этот автомобиль визуализировать то есть вот так вот взять это мечта чтобы она сбылась когда она сбудется я пересаживаюсь на машину естественно я устанавливаю камеру в этой машине то есть устанавливали не только на себя но и на общие маневры да и наше путешествие уже опять таки как мне кажется друзья я же не могу знать да но мне так кажется что она будет немного интереснее то есть и во первых не будет самому интересно мне так хочется уже знаете вот сесть кабриолет то есть осуществить свою еще одну мечту очередную мечту то есть уже много мечт осуществилось вот я еще одну мечту хочу осуществить просто взять и сделать это что получится это только там известно как мы понимаем вот но как мне кажется если получится все будет четко то есть путешествие будет продолжаться, я буду снимать записи, конечно, и уже это путешествие будет на кабриолете, я буду точно так же ехать по разным странам, точно так же останавливаться, единственное, будет намного легче мне, да и вам, не в том же плане, что легче, а будет больше что показать, понимаете, в плане того, что, допустим, я вот еду куда-то, вот мы едем, да, вот я вам показываю, едем, допустим, с какой-то страны в другую страну, очень часто получается так, что много мест проезжаешь мимо, не получается, если ты на автобус ездишь, ты не можешь выйти с автобуса, если на поезде едешь, как тебя зовут девочка? Майя? Марина, Марина, морская? Морская, иди сюда, иди сюда, я тебе покажу своей банде, иди ко мне, иди сюда, иди, иди сюда, вот молодец, вот молодец, поздоровайся с бандой, скажи, привет всем, привет, молодец, чем занимаешься, Барин? Расскажи, в школу ходишь? Ходишь? Я хожу в садик. В садик ходишь? Да. У тебя мечта есть какая-нибудь? Что-то, что-нибудь хочешь? Может, игрушку? Мечта какая-нибудь есть? Ты всегда хочешь игрушки, да? Какие ты хочешь игрушки? Разные. Разные? А что такая грустная? Ты маму ждешь, да? Нет, мама просто помогать пришла. Помогать пришла? А ты ее ждешь, да? А ты маме помогаешь? Она до десяти работает. До десяти работает? Да. А ты маме помогаешь сама? Да? Нет, я другим помогаю. Другим помогаешь? Да. А кому помогаешь другим? Людям. Кому? Людям. Людям помогаешь? Ты какая помощница. Сколько тебе лет? Пять. Пять лет уже? Да. А в садик не ходишь? Не хожу. Не ходишь? Почему? Хожу. А, ходишь? Ходишь? А чем занимаешься там? Много у вас детей в садике? Да, много. Много? Баловаться любишь? Нет. Нет? Ты мальчики балуются, да? Нет, все бегут. А? Все бегут, все играются. Все бегут, все играются? Да, и читают книжки, рисуют. Ты рисуешь? Или книжки читаешь? Рисую все. Рисуешь? И играешь. И играешь. Ну, молодец. У меня есть икра. Да ты что? Молодец. Хорошо. Так, друзья, вот такая вот здесь, видите, у нас житуха проходит. Подключать. Вот, в общем, вот в таком стиле будет эта тема проходить, поэтому таким образом я буду собирать копейку на свой аппарат. Вот, как уже сказал, ваша реклама может быть на нем размещена, по крайней мере на виртуальном. Чтобы вы понимали, я еще, конечно, все это, когда буду презентацию делать, я это все еще объявлю, но я сейчас просто хочу, чтобы вы понимали, как я это хочу сделать. Потом вот этот сайт, вот этот сайт, да, этот рисунок, это будет отдельный сайт, он будет называться, допустим, Анзор ТВ Кар или Кар Анзор ТВ, то есть автомобиль Анзор ТВ, как-то он так будет называться. И почему он будет людям полезен, в плане, что значит полезен, в плане рекламодателям, да? Реклама будет размещаться у него на этом автомобиле. Она будет примерно на такую сумму, 30 тысяч долларов, там, я не знаю, 50 тысяч долларов, то есть, чтобы можно было хороший аппарат взять, который нам нужен. Не просто, как уже говорил, колеса, но и такой отличный, хороший, красивый аппарат, чтобы на котором не было впадло двигаться в солнечную Калифорнию. Вот так вот. И люди, этот сайт я выставлю на свой сайт, то есть он будет стоять, мой автомобиль. Также, кроме этого, он будет выставлен под всеми моими видеороликами, то есть ссылка на него будет стоять. Люди, которые будут размещать рекламу на моем автомобиле, как уже сказал, можно разместить хоть на 1 доллар, хоть на 50 тысяч долларов, да, сразу все купить. Вот. Реклама будет видна, то есть люди будут заходить, в любом случае это будет интересно, кроме этого люди еще будут этот автомобиль видеть живую, то есть я буду показывать, что за автомобиль, пожалуйста, визитку тоже даю или еще что-то даю. То есть люди туда заходят и видят там вашу рекламу, то, что вы показываете, то, что вы вложили в ваши деньги. И я надеюсь, надеюсь, как мне кажется, по крайней мере, те деньги, те суммы, которые вы вложили, вложите, точнее, если говорить, ну, кто будет вкладывать, я сейчас ими веду, да, вложите в эту идею, в этот, в мой автомобиль, в наш вот этот автомобиль, патчанговский, который будет двигаться в солнечную Калифорнию, то это, оно вам вернется. Вернется не только, как уже сказал, по копейке, то есть люди будут к вам приходить и ваши услуги там или услугами вашими пользоваться или на, просто на ваш канал подписываться или на сайт какой-то или еще что-то, но и кроме этого в качестве просто бренда и кроме этого просто в качестве истории, то есть то, что именно вы, потому что количество человек будет в любом случае ограничено, там автомобильчик такой. Вот, такая вот идея, и сейчас я буду заряжать этот автомобиль, вот, для этого автомобиля мне нужен рисунок, вот, поэтому, друзья, сегодня, скорее всего, я даже, я хотел его отдельно, это видео снять, но я думаю, я его сразу тогда задам, спрошу сейчас, как художник художнику, как художник художникам сейчас спрашиваю, умеете ли вы рисовать, вот, если кто-то умеет, обладает таким талантом, я знаю, что у меня несколько человек есть, такие обладающие талантом, если захотите поучаствовать в этом, в проекте, то есть сделать рисунок, который мне нужен, да, то сообщайте, я вам скажу конкретнее, что делать, сейчас же, на данный момент объясняю, что нужно сделать, то есть рисунок, впереди, на переднем фоне стоит автомобиль, кабриолет, красивый, примерно я покажу какой, даже не примерно, я думаю, уже конкретно какой я вам покажу, на заднем фоне идет такой фон, знаете, как бы те страны, которые проеханы, то есть, там, опять-таки, перечислять сейчас не буду, разные страны, чтобы глядя на рисунок было понятно, ну, допустим, такое образно, допустим, Франция, что приходит в первую очередь в голову, ну, Эфелеву башню, правильно же, то есть, сзади будет стоять Эфелеву башню, там, допустим, Италия, там, Пизамская башня, то есть, вот такие вот картинки, то есть, едет автомобиль, несется наш автомобиль в солнечную Калифорнию, сзади идет фон вот этих всех дорог, путешествий, которые мы за два года уже сделали, то есть, и, то есть, нужен вот такой рисунок, техническую сторону, у меня уже есть кто сделает, это мой браза из Москвы, вот, мага это сделает, а сейчас нужен вот такой рисунок, если вы этот рисунок можете сделать, если кто-то из вас может сделать, пишите, говорите, буду вам благодарен, и ваш вклад в Пачанговское движение, в общем, ваш вклад в наше путешествие в солнечную Калифорнию будет с удовольствием, с удовольствием принят, такие вот дела, что, друзья, наверное, буду я заканчивать, 27 минут уже, вот. Вот, ладно, пока все, будьте свободными, друзья, берегите себя, надеюсь, у вас все нормально, в любом случае, не запаривайтесь, все нормально, жизнь, она такая, какая есть, не замудряйте, не перемудряйте, все хорошо. Пока все, смотрите Азор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Субтитры создавал DimaTorzok